Журналисты, которые ездят в горячей точке, это особого склада люди. И знаете, как Артем Боровик был. Вот он так прожил, так и погиб, разбился на самолете. Ну так, по-геройски. То есть это люди, которым необходимо. Необходимо это. Да, может быть, вот знаете, есть люди по складу солдаты. Вот он взял автомат и пошел воевать. Вот эти люди не хотят убивать других людей, но ощущения им нужны. Они едут, они ищут свои какие-то сенсации. Ну, наверное, это, и мне, наверное, когда-то в жизни захочется взять Грэмми. И, конечно, я буду как-то этого добиваться и так далее. Вот у них это, наверное, какое-то определенное свое Грэмми. Побывать вот в этих военных действиях, сказать, что там их ударили, чуть не застрелили и так далее. Военные журналисты — особая каста людей. И это действительно люди, которые знают, как себя вести в опасных ситуациях. Человечество должно иметь информацию о том, что происходит. Люди должны иметь информацию. Это работа. Люди выбирают эту профессию сознательно. И идут на это сознательно. У меня есть целый ряд моих друзей и знакомых, которые едут в эти горячие точки только потому, что это должно освещаться. Потому что они болеют за страну, болеют за ту правду-неправду, которая идет с экранов и средств массовой информации. Как можно сказать герою, не иди в атаку? Как можно сказать человеку, не защищай своих близких, не защищай свою родину? Мне кажется, это невозможно заставить человека, у которого дух так построен, он так живет. Понимаете, если он не пойдет снимать, он знает, что он погибнет, может погибнуть. Но если он этого не сделал, то он жить нормально не сможет. Поэтому я считаю этих людей героями. Редактор субтитров А.Семкин